Мои искушения Все мы находимся в вере неосознанно с самого начала. Человек, как связующее звено между небом и землей, знает он, не знает ли он этого, верит он в это или не верит, когда-то он это должен почувствовать. Как я оцениваю свою дорогу к храму, я думаю, что неосознанно верующая была изначально, с самого детства. Мне приходили в голову такие вопросы о бесконечности мира, в частности. Что было до того, как меня не было, а что будет потом. С самого детства я училась в музыке, как многие дети. А любое творчество, оно приближает к небу, поскольку творчество от творца, как известно. И для того, чтобы тебе что-то давалось, ты должен так или иначе воспринимать то, что на небо дает. То есть вот именно то состояние, ну так скажем, чистоты наших каналов, я понимаю, что мы являемся антенной для неба. Если это не зашлакованно, не забито нашими грехами, грехами родителей, грехами праотцов и так далее. Даже изначально маленький ребенок, если он неправильно воспитывается, если там гордыня, и много всяких грехов, которые перекрывают, не дают этой антонии работать, значит, идут какие-то искажения. Но если антония позволяет, так сказать, воспринимать, эта связь, она есть у любого человека, абсолютно любого. Мы так, так сказать, задуманы, мы так сотворены, мы богоподобные, творец сотворил нас себе подобными. И поэтому любой человек может стремиться осознанно, или в взрослом состоянии неосознанно, быть богоподобным существом. Для того, чтобы видеть, надо смотреть. А если ты не хочешь, если у тебя нет желания такого, значит, вот отсюда неверие берется. Атеизм – это тоже вера очень сильная. Вера в то, что я делаю, как хочу, по своим грехам, но, простите, и получу по своим грехам. Потому что мы все живем в единой системе мироздания. Если есть законы, которые нам дают, законы Божии, наши заповеди дают, вот соблюдая их, у тебя все в жизни будет нормально. Проблемы, идут всякие горе в жизни даже бывает, в семье, на работе и так далее. Но это же все связано с тем, что мы просто живем не по закону Вселенной, больше ничего. Поэтому, так или иначе, приходят все, в свое время приходят, никуда не денешься, все равно ты придешь, маленький, взрослый и так далее. Вот, но у меня это было через творчество, поскольку с самого детства я росла в семье музыкальной очень. И у меня родители создавали условия для занятий. И самое-то главное – жила в атмосфере любви. Вот, не зря сейчас говорят, что заповеди у нас 10, но заповедь одну даю вам, последняя, вот, есть от Господа. Да любите друг друга. Правильно батюшки говорят, что любовь – это божественная энергия, она людей соединяет. И вот то, что я впиталась в семьи, оно, естественно, искало какого-то своей реализации. И нашла ее в своей профессии, которую я очень люблю. Все это профессии хоровое дело, где люди не просто занимаются музыкой и развиваются через, в смысле, духовно развиваются. Они объединены, они, это творческий труд совместный, совместный и бескорыстный. Вот это самое главное. Никита, Ланта, одиночные, они не могут так духовно развивать человека, как это вот в собратстве в таком. Вот, и поэтому моя профессия мне очень нравится тем, что сам хор, он замешан на любви. Хор – это очень древнее слово наше русское. Вот есть хор, гор – это одно, вот есть место горнее в алтаре, высокое место. И хор в переводе, на современное понятие, это высота. Вот вы обратите внимание, что клирос, он даже выше алтаря. То есть хор, он родился не на земле, он родился у ангелов. Это люди, которые контактировали, так сказать, и могли видеть то, что делается на небе, они видели, как поют ангелы. И они, так сказать, подглядели это у ангелов, и они создали это на земле. Хор, естественно, на земле родился на клиросе. Никакого другого понятия хора быть не может. Когда говорят «светский хор», люди чего-то недопонимают. Значит, я перевожу, это хор – это музыка, в которой много свет. Пой, что хочешь. Но самое главное, чтобы был вот этот свет, вот эта любовь между людьми, и она отдавалась слушателям. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Меня очень угнетает любая техника, поскольку она искажает звук, а звук – это энергия, вот эта же самая энергия. Поэтому я всю жизнь не просто ратую, а, вы знаете, бьюсь за то, чтобы хор пел живым звуком, не через какие микрофоны. А сейчас вот эта жуткая мода на фонограммы. Техника-то, ведь это же не живая душа, она, наоборот, убивает практически душу. Надо же ведь все-таки использовать ее разумно. От рождения люди все одаренные. И вы знаете, что когда-то у меня была такая практика, сейчас есть у других такая практика, приходят люди в школу музыканты, в хоровике, и не спрашивают, не проверяют на слух детей, а занимаются со всеми подряд. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дети все одаренные. То, что он сейчас не поет и гудит, это ни о чем не говорит. Это есть какие-то проблемы, кстати, вот духовного плана проблемы, которые в работе, они уходят, они постепенно, человек выправляется духовно, начинает петь так, как все. Заниматься, естественно, со всеми надо. Слух – это интеллект. Какие-то идут искажения, надо просто восстановить все на месте, это все. И когда в духовном плане в целом все ничего, значит, человек поет. Любой может петь. А то, что они приходят, не готовы к этому, это проблема как раз. Но научить, во-первых, правильному звукоизвлечению. Человек самостоятельно как бы единственный. С одной стороны, мы связаны с небом, а с другой стороны, энергетическая система. Мы же сами ходим, шевелимся. Откуда у нас берется вот эта вот энергия? Оттуда каким образом? Как она трансформируется? Вот если нарисовать эти энергобалки, которые в нас существуют, я вот покажу, вот энергобалка, вот энергобалка, весь позвоночник энергобалка. И вот здесь вот она, значит, ее свободно, ее можно, так сказать, в зависимости от нашей воли, куда повернуть право-лево. То есть, если все это нарисовать, получается крест. Понимаете? То есть, это схема нашего организма. Вот. И поэтому, если научить человека пользоваться этими энергоколодцами, вот вам головной резонатор, вот вам грудной резонатор, вот это полностью по всем позвонкам, там, все высоты и так далее, и направить, ну, это солнечное спутение, направить все свое, с густок всех своих сил на духовное развитие, не на, так сказать, чисто животные инстинкты, то пойдет нормальное духовное развитие, все так, как задумано пойдет. Взрослый юноша, молодой человек приходит и совершенно не может извлечь правильный звук, не попадая в высоту, предлагая ему. Это совсем не говорит о том, что у него нет слуха. Конечно, это несколько раз сложнее его распеть, чем маленького мальчика, но, тем не менее, это не его беда, вина, а его беда, то, что он в детстве никто с ним не занимался, так получилось. Там все позакрывали, здесь нет, вот только подворотния бесплатно. И если девочка вот приходит, которую там в упор не слышно, и тоже она говорит, я так не смогу, как у вас поет, если она добросовестно два года ходит, она начинает петь. То есть распеваются. Конечно, есть проблема в том, что они распеваются, и выбирая свой жизненный путь, где-то куда-то, допустим, да, уходят девочки в декрет, мальчики в декана, или еще куда-то на фабрику известную, кто что выберет. А мне приходится распевать других и какие-то испытывать трудности в своей чисто организационной, в своем коллективе. Но тем не менее радостно, что человек направился, пока мы занимаемся. Во-первых, поем очень много духовной музыки, а молитва делает свое дело. Человек это тоже не хочет, идти на увеселение такого сомнительного плана. Он задумается о жизни, он выбирает в жизни путь серьезный, он ответственно относится к своей семье, к своей подруге, к своим детям, к своей работе. Все-таки радостно, что ребята вышли на прямую дорогу, и они уже становятся верующими, даже если они становятся воцерковленными в пределах капелла, они внутренне становятся уже верующими, их это держит. Они помнят, что есть такая жизнь, с которой не сравнить вот эти все земные увеселения, вот эти земные эти сласти, это все проигрывает. Духовная жизнь, она очень интересная, она человека захватывает. Я говорю, что если хор вышел с клироса, значит, ну надо в любом случае не просто освоить акапельную манеру, все эти резонаторы, чтобы манера была та, как научиться четырехголосно петь, знать службы. Я вот хочу напомнить о том, что мы учились как хоровики когда-то, и сколько всяких ухищрений технических нам было дано, и до сих пор это делается, из нашей профессии, когда регенты, дирижеры хоровики, одно и то же абсолютно. Убрано всего немножко знания службы. То, для чего это нужно было. Многие дирижеры, вот это в миру, значит, придумывают, что бы такое спеть. Как бы там приодеться, да? Как бы это сделать, чтобы привлечь зрителей, чтобы они тебя любили, и они ходили на концерты. Как бы так произвести впечатление, чтобы они кричали «Браво!». Понимаете, все эти ужимки, прыжки, они ни к чему. Ну, когда есть служба в храме на праздник, куда люди сами придут. Если ты хорошо поешь, еще больше придут, потому что через пение, батюшки говорят, благодать стяжается по сто крат больше. Люди приходят в храм, и они благодарны тебе за то, что ты поешь так, что они могут молиться, что они могут душой очиститься, отдохнуть, и, видите, вот отсюда не касаясь земли. Это самый большой праздник. Когда я первый раз попала в Верхотуре на праздник, и я вернулась оттуда, вот эта радость, не зря мы, вот у нас есть такой хоровой концерт, радуйтесь людям, поем там «Сотвори радость вечную». Вот эта радость вечная, она настолько светлая, она настолько высокая, ее столько много, она разливается, вот просто заполняя вокруг весь объем, который вообще вокруг меня есть. Там столько людей собралось со всего мира, никто специально для них ничего не делал, мы просто прикоснулись к тому, что есть. Храм — это главное, а если мы поем в миру вне храма, мы должны сохранять этот дух, но мы просто не поем «Благослови душами о Господе», а мы поем «Выйду я по полю с конем», но мы поем той же манерой, тем же духом, понимаете, и люди плачут. И хотелось бы верить в силу русского духа, которая всегда славилась, а зиждется она на том, что любой русский воин, он молился до битвы, молился во время битвы, и поэтому выигрывал. Поэтому непобедимость русского духа, она известна во всем мире. И хотелось бы верить, что это сегодня так и будет так. Мы на этом стоим, и мы выстаем. Благослови души, моя Господа, 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 Самому известному в Нижнем Тагиле храму святого благоверного великого князя Александра Невского исполнилось 120 лет. Это каменная летопись Тагила. Построен он в честь отмены крепостного права во второй половине XIX века. Великолепный образец храмового искусства. Здание расположено эффектно на Вересовой горе, переименованной в Александровскую. Отражаясь в глади пруда, оно возвышается над городом, украшая его, создает настроение значимости и величия. Храм Александра Невского – это особый храм. Я думаю, что не случайно я пришел сюда, потому что князь Александр Невский правил нашей Родиной в трудное время. Тогда, когда Русь тонала под игом татаро-монгол, и в то время очень, конечно, легко было и лестно было предать веру, поддавшись, разменять веру путем уступок веры, получить помощь от католиков для борьбы на Востоке. Но князь избрал трудный, правильный путь, и он выдержал, устоял, и благодаря ему святая русская земля, сохранила веру и одолела вот это вот татаро-монгольское нашествие.